Всем привет! 1 февраля 2019 года. Мы приехали сегодня в город Пут, и мы попали на рынок. Пришли сюда сами, нашли его. Тут так много торговцев, и лучше всего нам предлагают и пытаются парить. Да, тут такой, как я называю, Джей Хо полный. Эта песня была группа Кусики Долтс, Джей Хо, из фильма «Миллионеры Струщев». Там, где про Индию, совсем такие заголустья. Вот мне такие места называют Джей Хо. Такие товары здесь предлагаются. Причем мы находимся в самом центре Убуды. Три картины по 100 рупий. Вернее, 100 рупий, всего три картины. В общем, всякая мелочь, всякие безделушки. Все, что, в принципе, не особо нужно. Но вот мороженое интересное. Маечки. Хотим Даниленку купить, одежды какой-нибудь. Но это явно не на этом рынке, а где-нибудь в более приличном месте. Я посоветовала Роме снять эти люстры из ракушек на память, потому что мне они очень понравились. Смотрите, какие необычные ракушки. Я говорю, что мир должен знать, от чего мы отравились. Мы решили жахнуть на этом рынке кофе лувак. Нашли приличное кафе и нам объяснили, что есть лувак дикий, wild лувак. И есть лувак, который зэк сидит в камере. Его кормят теми зернами, которые придутся. Лувак, 150 рублей стоит. А вот лувак, такой, который узник, стоит 85 рублей. Так вот выглядит кафешка. Так все цивильно, прилично. И мы решили здесь заказать. Рома решил попить кофейку, а я составляю ему компанию. Какаска? Какаска! Продолжение истории. Вот нам дали такую чашечку. Сейчас я вам ее покажу. Как вы думаете, это настоящий лувак? Ромке кажется, что не настоящий. Кофе очень крепкий. Я попробовала глоточек, прям чересчур крепкий для меня, как трижды эспрессо. В общем, без понятия. Ну, в общем, пьем, пусть это будет дикий лувак, так как это приятно. В общем, пьем самый дорогой кофе в мире на самом дешевом рынке. Нет, походу, кофе настоящий. Тут даже принесли лувака, зверька. Вот такой вот миленький, хорошенький. Спасибо тебе, лувак. Ты так вкусно покакал, а я это все выпил. Самая главная улица Угуда. Это местный Арбак. То есть, это, наверное, самое приличное, что здесь есть. Здесь все так чинно, дорого, богато. Что называется. Фрукты продают свежие, даже порезанные. Манго, hello. Сразу стрем овладевает, какими руками это все резали и поливали ли хоть какой-нибудь водой или нет. Погодка такая преддождливая. Как только я сказал слово преддождливая, на меня упали первые капли. Все-таки я европеец, потому что из таких экваторных мест, как Мальдивы, Таиланд, опять же, я всегда люблю цивилизацию. Либо пляж с морем, океаном. Потому что такая романтика у таких городов меня вообще не приличает и кажется полным трэшем. Когда вокруг такая, ну не то чтобы помойка, но на стыке просто какого-то трэша. Полный беднотык, конечно же. Не знаю, туристы некоторые визжат и писают кипятком от восторга, как это круто, как это аутентично. Но я этого не совсем понимаю. Единственный положительный момент в этой истории, это то, что можно сделать массаж. Правда, сегодня мы нарвались на каких-то теток, которые с очку, мы видим, у них, наверное, наступятые за день. Они устали и делают такой, как я сказал, детский массаж еле-еле. Мы ведем прямой репортаж из Убуды. Есть еще один плюс, кроме массажа, который был сегодня у нас очень паршивым. Это еда. Вы посмотрите, какая тарелка с едой. Делаем видеообзор, чтобы я потом сам себе завидовал. Лобстеры. Это, как его, красный окунь, ред снайпер. И гривешки. И гривешки грим с кучей специй. И что-то тебе гримочное принесли, какую-то селедку на моем фоне. Покажи. А это снайпер для меня. Приятного аппетита нам. Наконец-таки мы вернулись из Убуда в отель. Кстати, мой блок 365 стали смотреть не только мои друзья, самые близкие и мама, но еще многие люди, которые интересуются туризмом, поездками. Могу вам подсказать такой лайфхак по поводу такси, потому что из нашего отеля ехать где-то минут 30 до Убуда. Стоимость такси составляет 200 тысяч рубий. Мы в городе договорились легко за 100 доехать, поэтому торгуйтесь. Тоже в городе все говорят 200, но по факту довозят за 100. Вот вам такой лайфхак тем, кто будет путешествовать на Бали. Мы вернулись в номер, день пролетел незаметно. Как я уже сказал, Убуд нам вообще не понравился. Это такой город, куда можно съездить один раз и уже второй раз не тянет. Но один раз, конечно, побывать надо. Таким для нас было 1 февраля 2012 года. Пойду пообщаюсь с нашей Данилюшкой, любимой. Мы там общаемся по видеосвязи. Пойду присоединюсь к Катюшке. Всем пока-пока, до завтра. Продолжение следует...